Неожиданно и необъяснимо Исаева показала отплясывающую перед смертью Началову. Анна Исаева обнародовала сокровенные видео с Юлией Началовой и ее близкими. Бывшая помощница певицы в ужасе. Тогда никто и подумать не мог, что вскоре она умрет. Несколько роликов Анна Исаева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Неожиданно и необъяснимо, почему я плачу. Просто потому, конечно, у меня очень много того повод домашнего видео. Конечно, я не спекулирую, не ловлю хайп и не выставляю его ежедневно на всеобщее обозрение. Но я хочу сказать вам, ожидающим от меня этой спекуляции. Я буду делать это. Буду, но редко. И только по порыву души, объяснила она решение обнародовать сокровенные кадры. Видео было снято во время празднования 12-летия Веры. Дочери певицы. Поздравить девочку пришли самые близкие. Бабушка и дедушка, отец Евгений Алдонин, крестная Лариса Толина с дочерью Юлиной и внучкой Сашей. Семья Рылана Кусева, Юлия Костюшкина и другие. Мы притащили аппарат караоке, чтобы было повеселее, и она поет для своих, всегда попадая в ноты. Я нашла этот ресторан. Мы с Юлей заказали атрибутику для Веры, связанную с темой, которая ее волновала тогда. Конта Винчи. Рассказывала бывшая помощница Юлии Началовой. Ролик был снят за 3 месяца до скоропостижной смерти артистки. Неожиданно и необъяснимо. Не знаю, как это сталось. Конечно, у меня очень много такого домашнего видео. Не хочется вспомнить и вздрогнуть. Не хочется плакать и сейчас я роняю слезы на экран айфона. Потому что каждая деталь этого видео связана и со мной, и с моей артисткой, которая даже после своей скоропостижной кончины не перестает быть таковой. И с понятными мне людьми, гостями ее праздника, а вернее 12-летней Веры. Так и так. Ее только называла мама. Здесь самые близкие. Здесь все семья Долиной и Сашенька. Ночка Ларисы Александровны, знающая Юлию песни, искренне отплясывающая. И Лина, ее мама. Дочь Ларисы Долиной, близкий друг Юли и сама Лариса Александровна. Сидящая в телефоне, все очень жизненно. Здесь Женя Алдонин. Он всегда присутствовал на дне рождения дочери. По-другому у нас не бывало. Здесь Гуси, семья Ролана Гусева. Впоследствии пережившие с нами тяжелые похороны. Здесь Костюшкина с сыном. Но он болтает в то время своим Филиппом. Здесь Волка, помощник во всем. Преданные люди. Мы связаны с темой, которая ее волновала тогда, от Довичи. Каждый год я находила рестораны, темы и прочее. Здесь еще счастливые родители. И все это за три факинг месяца. До ухода в иную жизнь. Всем и каждый из нас здесь счастлив. Ужасно все то, что произошло. Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход. Всем живущим добра и счастья. Анна не сдержала эмоций. Всем и каждый из нас здесь счастлив. Ужасно все то, что произошло. Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход. Но помню, что Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Началову похоронили на Триякурском кладбище. Юлия Началова – популярная телеведущая, певица и актриса. Она сумела покорить публику еще будучи ребенком. Голубоглазая девушка с ображительной улыбкой демонстрировала уникальный вокальный талант. Исполняя хиты «Учитель», «Дюймовочка», «Герой не моего романа», в памяти поклонников Юлия навсегда останется той самой юной девочкой с ангельским голосом. Юлия Викторовна Началова родилась в 1981 году в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Отец девочки был талантливым композитором. Мама выступала на сцене. Заниматься музыкой Юлия начала с двух лет. Главным учителем и наставником девочки был отец Виктор Началов, который занимался с дочкой на основе собственной уникальной методики. И поэтому уже в пятилетнем возрасте девочка прекрасно справлялась с любыми музыкальными задачами. Юная певица имела отличную вокальную технику и гибкость, умела импровизировать не хуже профессиональных певиц. Музыкальная карьера Юлии началась еще в раннем детстве. На сцену девочка вышла в пятилетнем возрасте, а к девяти годам она выступила во многих музыкальных конкурсах и телевизионных программах. Но знаменательным событием в карьере юной исполнительницы стало участие в популярном шоу «Утренняя звезда». После победы в конкурсе жизнь девочки изменилась. Будущую звезду приглашают на роль ведущей музыкальной программы «Там-там новости». Творческая жизнь юной телеведущей и певицы протекала насыщенно. Съемки, работа над музыкальными клипами, запись песен, гастроли по стране и многое другое. При этом Юлия успевала учиться в школе и получать хорошие отметки. В 1992 году появился первый клип на песню «Началовый учитель», а в 1995 вышел дебютный альбом юной певицы «Ах, школа, школа», который высоко оценили не только слушатели, но и музыкальные критики. В этот же период артистка участвовала в престижном музыкальном конкурсе «Big Apple 95», где завоевала гран-при. После блестящего выступления «Началова» продолжает работать над собой. Певица проходит двухлетнюю школьную программу за год и после девятого класса поступает в Гнессинское музыкальное училище. Параллельно юная звезда записывает новые песни и участвует в телевизионных программах. Вместе с Ириной Понаровской «Началова» выезжает на совместные гастроли. Знаменитая певица взяла под опеку начинающую исполнительницу. До последних дней Юлия с благодарностью вспоминала тот период творческой биографии. В 1997 году певица записывает сын о героне моего романа. После окончания музыкального училища Юлия подает документы в ТИС и успешно сдает вступительные экзамены. Как признавалась певица в одном интервью, именно об этом музыке она мечтала. Успешно окончив ГИТИС, девушка продолжала развиваться как телеведущая в развлекательных программах. Начало в длительное время работала вместе с Николаем Басковым в популярном шоу «Субботний вечер», а также вела телепрограмму на канале «Звезда». Юлия Началова талантливая личность, поэтому нет ничего удивительного, что она не остановилась на достигнутом и начала сниматься в кино. На первую роль артистку пригласила Нили Горчу, которая в то время работала над мюзиклом «Формула радости». Юлии удалось создать утонченный, искренний образ и оправдать ожидания режиссера. Первая работа в кино принесла певице полезный опыт. Второй киноработой была лирическая комедия героя ее романа. В этот раз Юлия работала с Алексеем Бултаковым, который исполнил одну из главных ролей. Следующей работой с участием Началовой стал сериал «Бомба для невесты». Затем последовала музыкальная комедия «Д'Артаньян и три мушкетера». Как признается певица и телеведущая, кинематограф покорил ее сердце. В 2010 году Юлия начала работать над англоязычным альбомом «Wild Butterfly». Пластинка содержит 11 трен. Началова написала песни совместно с продюсером и композитором Уолтером Афанасьевой. Осенью 2012 года артистка дала концерт Москве в Государственном Центральном Концертном Зале России, презентовав сольную программу «Непридуманные истории. Манифис». К репертуару певицы добавилась трогательная песня «Мама», которую оценили поклонники за искренность и теплоту. В феврале 2014 года Юлия участвовала в музыкальном шоу «Один в один» телеканала «Россия-1». Сразу после окончания сезона Началова выступила в роли наставника в телепередаче «Наш выход». В 2015 году артистка вернулась в карьере телеведущей и приступила к съемкам шоу «Два голоса на СТС». В этом же году Юлия пополнила копилку музыкальных клипов новой видеоработы на песню «Жди меня». Субтитры создавал DimaTorzok